Я еще никогда не видал такого разного выражения свободы в нашей стране, какое мы видим сейчас. Тон нашей жизни и ее правила отличаются от штата к штату и даже от города к городу. А если вы живете в Теннессе, то хочу заверить вас, что свободы, которыми наслаждаетесь вы, доступны не везде в нашей стране. И да, это так. Мы свидетели битвы титанов. Я не думаю, что это выражение слишком громкое или драматичное. И результат этой битвы еще не ясен. Церкви пострадали очень сильно. Даже когда COVID отступил и церкви снова открылись, было непросто, потому что люди напуганы, они развили новые привычки и стали довольно неоднозначными насчет пребывания в церкви. Мы нашли другие занятия и другие способы общения и задумались над тем, может, важность сообщества все-таки переоценена. Кстати, казино не пострадали. У них все хорошо. Наркозависимость в стране достигла уровня эпидемии, но, несмотря на все это, мы стали рассматривать возможность легализации марихуаны, героина, метамфетамина и кокаина. Эти решения были одобрены и восприняты как мудрые. А если быть повнимательнее, то противоречивость этой ситуации просто сбивает с толком. Мы призвали соседей докладывать о том, если в домах их соседей собирается больше восьми людей, и назвали это заботой общества. Мы столкнулись с открытой цензурой идей и общения. И нам объяснили, что это необходимо для поддержания прогресса. Мы выяснили, что кто-то следит за нашими передвижениями без нашего согласия. И нам объяснили, что это для нашего же блага. Происходит массовый сбор данных на основании ваших ежедневных привычек. И объясняется это тем, что нам хотят помочь сделать наш поиск и шоппинг более эффективным. Правда теперь часто воспринимается как ненависть, фобия и маргинальность. Нам постоянно заявляют, что правда субъективна, неизвестна и зависит от личного подхода. Еще к этому списку можно добавить дезориентирование, которое случается все чаще и чаще. Очень многие люди, молодые и взрослые, дезориентированы и сбиты с толком. А мы хотели бы просто вернуться к нормальной жизни и цивилизованному поведению. Но для этого нужна истина. Идет сражение за душу и сердце нашей нации. Это куда больше, чем политика и выборы. Нам нужно понять, что это не политический, а духовный разговор. На весах сердца церкви. Что мы выберем? Чему мы будем верны? Что выберем в качестве Господа нашей жизни? Это вопрос не в том, где нам сесть в воскресенье, или какой выбрать перевод Библии. Это более важный выбор в жизни. Сюда входит то, что учат в наших школах. Как учителя понимают свою роль. Это подразумевает, что родители начнут вникать в учебную программу, которой мы уже года не интересуемся. Это подразумевает заботу всего общества. Развитие наших детей. Сюда входит наше определение семьи, понимание роли родителей и чем должна заниматься церковь. Время изменилось. Сейчас мы переживаем смену времен года. В ноябре в Танесе меняется температура. Если бы вы в таком виде пришли на вечернее собрание в августе, мы бы вас потом долго обсуждали. Но мы понимаем, что сезон изменился, и изменился наш подход к нему. Также изменился и духовный сезон. И нам нужно наблюдать, слушать, думать и действовать так, как еще совсем недавно не было необходимости делать. Это неплохо, это возможность. Нам не нужно бояться мафии или безбожных угроз тех, кто не верит в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Нам нужно бояться Бога и научиться сотрудничать с Ним. Он наше спасение и избавление, и судья всей земли. И это наше упование. Я хочу показать вам в Писании, как Иисус принес свое послание людям того времени, и как именно Он это сделал. В моей Библии сказано, что Иисус вчера, сегодня и во веки тот же. Если мы поймем Его посыл в первом веке, то поймем, чего Он хочет и в двадцать с первом веки. Давайте посмотрим Евангелие от Матфея. Четвертая глава. Двадцать третий стих. Иисус ходил по всей Галилее. Это северный регион Израиля, названный в честь Галилейского моря, самого большого пресного водоема. То есть это самое большое озеро в той части мира. Ближний Восток – это пустыня. Поэтому большой водоем – это очень важное место. Иисус ходил по всей Галилее и учил в синагогах, возвещая радостную весть о Царстве и исцеляя народ от всяких болезней и недугов. Это очень важный стих. Иисус снес радостную весть о Царстве. Он не говорил «примите спасение» или просто «покаетесь в своих грехах». Он принес послание о Царстве, а потом продемонстрировал власть этого Царства, исцеляя людей от всех болезней. Слава о нем прошла по всей Сирии. Это страна на севере Израиля. К нему приносили всех, кто страдал от разных болезней и мучительных недугов, одержимых бесами, больных, подучей и парализованных. Иисус всех исцелял. Толпы людей из Галилеи. Десятиградия. Десятиградия – это десять городов, девять из которых находятся в современной Иордании. То есть служение Иисуса повлияло на огромный регион. При этом об интернете тогда мало кто слышал. Получается, что презентация Царства Божьего привлекла людей. Сегодня может происходить то же самое, если мы будем отстаивать Его Царство. В Евангелии от Иоанна, 18-й главе, 36-м стихе, Иисус находится на допросе у Понтия Пилата. Довольно неловкая ситуация. Пилат пытается понять, кто такой Иисус. «Царство мое не из этого мира», – сказал Иисус. «Если бы Царство мое было из этого мира, «Мои подданные стали бы сражаться, чтобы меня не выдали иудеям». «Нет, Царство мое не отсюда». То есть Он говорит, «Я Царь, и у меня есть свое Царство, но оно не отсюда». «Я не являюсь угрозой для Рима. Я из другого мира». Послание, которое мы несем о Царстве Вечного Бога, Творца Неба и Земли. И мы получили доступ к этому Царству через жертву Его, Сына Иисуса, и благодаря Его искупительной работе. Это Царство имеет силу и власть, которую можно демонстрировать посреди нынешних Царств этого мира. Не извиняйтесь за то, что вы последователь Христа. Не думайте, что самая большая доступная вам сила – это политическая, экономическая или цифровая сила. Все эти вещи реальны, но сила Всемогущего Бога превосходит их всех. И нам нужно понять, что значит быть гражданами Его Царством. И это послание не только Иисусом. В Деяниях, 20 главе, 25 стихе, когда Павел прощается с церковью в Ефесе, он говорит им на прощание. «И вот теперь я знаю, что никто из вас, среди которых я возвещал Царство, не увидит больше моего лица. Прощаясь, он говорит, я проповедовал вам Царство. Дух Божий должен пробудить нас для принципов, целей и заданий Царства Божьего». Мы знаем, что значит быть членами Церкви, членами деноминации. Мы научились читать Библию и участвовать в разных мероприятиях, но мы не знаем, что значит быть гражданами Вечного Царства. Давайте быстренько пройдемся по служению Иисусу. Он сказал, что пришел показать нам Царство Божие. И когда мы будем читать эти отрывки, я хочу, чтобы вы думали о презентации Царства Божьего, не церковного собрания, не собрания в синагоге, не собрания религиозных людей, а проявления силы Божьей. Итак, Евангелие от Луки 4, глава 36 стих. Иисус изгнал бесов из человека прямо в синагоге. Все были потрясены. Что это такое? У него такая власть и сила, что даже нечистым духом приказывает. И те выходят. Так говорили они друг другу. У Иисуса была власть, но он не имел отношения к правящей верхушке Иерусалима. Он не был членом Синедриона и не имел связи в местных синагогах. Он имел власть не от каких-то мирских организаций. В этих организациях нет ничего плохого или аморального. Они важная часть цивилизации, но есть более высокая власть. Иисус понимал, что злые духи существуют, и вам тоже нужно иметь план на этот счет. Иисус понимал, что они существуют. И понимал свою власть в столкновении с ними. Уверяю вас, что в 21 веке нечистые духи никуда не делись. И вам будет проще жить, если вы поймете, как с ними справляться. Вам не поможет, если вы скажете, я в это не верю. Если бы это помогало, было бы прекрасно. А я не верю, что от мороженого с печеньем можно поправиться. Сказал пастор, который пришел в церковь в трениках. К сожалению, ваш отказ верить во что-то не меняет реальности. А вот что делает истину такой важной. Иисус верил в существование злых духов. И наблюдая за ним, мы видим, что это не борьба за силу. Смысл не в том, чтобы показать, у кого в этом случае больше силы. Речь идет о признании власти. Он говорит, я имею власть над тобой, поэтому выходи из этого человека сейчас же. Затем он дал нам свое имя и всю эту власть, что вложено в это имя. Поэтому не думайте, что нам придется мериться силами со злом. Нам нужно понимать власть царства, к которому мы принадлежим. А также понимать, как применять ее к своей жизни посреди различных трудностей, потому что жизни без трудностей не бывает. Если кто-то говорит, что в его жизни нет трудностей, он либо не в курсе, либо врет, потому что жизни без трудностей не бывает. Это больше похоже на полицейского, который управляет дорожным движением. Вы в машине, которая весит больше тонны, а он поднимает руку, и вы останавливаетесь. И это не вопрос силы, это выражение власти. И нам нужно понять, какую власть мы имеем в Царстве Божьем. Евангелие от Марка, 4 глава, 41 стих. Ученики в лодке вместе с Иисусом на том большом озере. Начался шторм, а Иисус встал и запретил ветру и волна. Тут сказано, на учеников напал великий страх. Они стали говорить друг другу, кто он, что и ветер, и море ему подчиняются. Как вы думаете, когда Иисус сказал, следуйте за мной, я сделаю вас ловцами людей, они понимали, что происходит? Думаете, они представляли, что ждет их следующие три года? Я так не думаю. Думаю, они имели представление о том, кто такой путешествующий раввин, и чем занимаются его ученики. Сомневаюсь, что они представляли, что именно их ожидает. Но Иисус показывал им принципы власти Царства Божьего. Я имею в виду, готовы ли мы позволить Богу ввести нас в новый сезон. В жизни учеников тоже наступил новый сезон, когда они приняли приглашение Иисуса следовать за Ним. К сожалению, мы понимаем нашу веру как повторение молитвы покаяния. Я верю в это, но мы мало что знаем о росте и изменениях, которые должны происходить после этого. Очень часто мы становимся такими последователями Христа, которые возвращаются к своей обычной жизни. Но Бог призвал нас быть другими, не странными, дивными или чудаковатыми, а понимающими другую власть в нашей жизни. Иисус не успокаивал каждый шторм. Не нужно, прочитав это, каждый раз провозглашать что-то, когда слышится гром. Иисус не успокаивал каждый шторм. Он не изгнал гром и молнию из Израиля на долгих три года. Но в тот день Он продемонстрировал ученикам власть, которую они никогда не видели до этого. Для них это была учебная тревога, никак иначе. Я тоже хочу учиться у Бога. Евангелие от Матфея, 9 глава, 18 стих. Напоминаю, что мы учимся о Царстве Божьем на примере служения Иисусу. Для нас это открытые двери и обучающие моменты. Итак, Матфея, 9 глава, это целая серия событий, и все они переплетены и взаимосвязаны. Надеюсь, эти истории вам знакомы. Когда Иисус это говорил, пришел к Нему один из старейшин и, упав на колени, сказал Иисусу, «У меня только что скончалась дочь. Приди, возложи на нее руки, и она будет жить». Представляете отчаяние этого Отца? Воскрешение людей из мертвых в первом веке было таким же редким явлением, как и сегодня. Этот человек настолько отчаялся, что пришел к незнакомцу, упал перед ним на колени и просил его сделать то, что он никогда еще не видел. С самого начала повествования это отчаяние ощущается очень отчетливо. Я решил остановиться на этом моменте, потому что мы склонны думать, что отчаяние проявляется тогда, когда мы думаем, что Бог нас оставил. Бог никогда бы не дал нам попасть в ситуацию, где мы будем в отчаянии, отчаянно одинокими, напуганными, оставшимися без сил, которые нужны нам для решения проблемы. «Приди и возложи на нее руки, и она будет жить». Иисус встал и пошел за ним. Мы читаем это так, будто бы это обычное дело, но это не так. Иисус ответил на его призыв. А вдруг подошла к нему сзади женщина, у которой 12 лет было кровотечение и прикоснулась к краю его одежды, потому что говорил о себе, «Если хоть к одежде его прикоснусь, выздоровею». Иисус повернулся и сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» Ученики говорят, «О чем ты, Иисус?» «Толпа напирает со всех сторон, все вокруг прикасаются к тебе». «А нет, кто-то прикоснулся ко мне, и из меня вышла власть». Женщина в страхе вышла вперед и сказала, «Это была я». Я все деньги потратила на докторов, но ничего не помогло. Я решила, «Если прикоснусь к тебе, нарушая все правила, я решила, если я прикоснусь к краю твоей одежды, то выздоровею». И все это происходит по дороге к дому того отца, у которого проблемы с дочерью. Он совсем не рад за эту женщину. «Тут нет ощущения праздника». Иисус, войдя в дом старейшины и увидев музыкантов с флейтами и смятения толпы, сказал, «Уходите отсюда». Девочка не умерла, она спит. Над ним стали смеяться. Они смеялись над ним, над тем, кто ходил по воде и успокаивал бури. Они смеялись над ним. Если они смеялись над Иисусом, то будут смеяться и над вами. Они будут смеяться надо мной, потому что я верю в него. Они будут насмехаться над нами, называть нас архаичными, устарелыми. Наши принципы устарели и не соответствуют 21 веку, и нужно двигаться дальше. Но я не хочу уходить от царства Божьего. Да, мы должны нести Евангелие так, чтобы оно было понятно каждому поколению. Методы могут меняться, но истина не меняется. Она вне времени. Контейнеры, в которых мы несем эту истину, могут меняться в зависимости от сезона. Не путайте эти идеи. Они смеялись над Иисусом. А когда народ удалили, он вошел в комнату, взял девочку за руку, и она встала. Слух об этом разошелся по всем окрестностям той земли. Матфей будто бы говорит «Детали в выпуске новостей в 10.00». Конечно же, новость об этом разлетелась по всей окрестностям. Думаете, Иисуса это как-то волновало? Представляете, комментарии тех, кто смеялся. Иисус игнорировал скептиков. И вам тоже нужно иметь мужество и не позволять скептикам отвлекать вас от Царства Божьего. Иногда голос скептицизма вы услышите снаружи, а иногда вы услышите его внутри. У всех нас внутри есть небольшой скептик. Ты правда думаешь? Ты правда веришь? Да, я учусь верить. И 27 стих говорит, когда Иисус уходил оттуда, оттуда, где он исцелил женщину, выскоресил девочку. Следом за ним пошло двое слепых. «Жалься над нами, сын Давида», — кричали они. «Вот так денек». Когда он входил в дом, слепые подошли к нему. «Вы верите, что я могу это сделать?» Говорит им тогда Иисус. «Да, Господин наш», — отвечают они. «Пусть будет вам по вашей вере», — сказал он. «И с этими словами коснулся их глаз, и к ним вернулось зрение». «К ним вернулось зрение». Двое слепых настойчиво просили о помощи, а нам стыдно попросить о помощи. Мы не хотим беспокоить Бога. А если Он не помог нам с первого раза, мы уходим и больше не просим. А они не собирались принимать отказ. 32 стих, следующая сцена. «Когда они ушли, к Иисусу привели немого, одержимого бесом». Хм, какое счастье. «Когда бес был изгнан, немой заговорил». Представляете, дух может повлиять на ваше тело. В этом человеке был дух, который повлиял на его возможность говорить. Я не думаю, что это просто старомодное объяснение причины телесного недуга. Думаю, Иисус был достаточно умным, чтобы понимать разницу. Нам тоже нужно иметь представление о духовных силах, об их влиянии на нашу жизнь и о том, что с ними делать. «Не своими силами, а силами царства, которому мы принадлежим». Человек заговорил. Толпа изумилась. «Никогда еще такого не видали в Израиле», — говорили люди. «Это старший над бесами дал ему силу изгонять бесов. Возражали на это фарисеи. Духовные силы влияют на наше целесное здоровье». Мы можем продолжать так еще долго, но нужно делать очень важные выводы. Иисус служил Божьим людям, Божьему народу, а не каким-то там язычникам. Им не были чужды человеческие страдания. Иисус сказал, «В этом мире вы будете иметь скорби, но мужайтесь, потому что Я победил мир, и нам нужно понимание Его царства». Между двумя царствами есть определенный конфликт. Эти сферы, о которых говорил Иисус, все еще существуют. Они не упразднены. Духовные царства Бога и тьмы конфликтуют между собою. И этот конфликт разворачивается на этой земле. А мы – послы Царства Божьего, и у нас уникальная роль. Послы Царства Божьего, не стесняйтесь своей роли в Царстве. Я считаю, что нам нужно откровение от Бога и Его Царстве. Мы понимаем, что такое Церковь, религиозные собрания, ритуалы, чтение Библии и другие составляющие нашей веры. Но Иисус пришел, чтобы мы поняли Его Царство, власть и принципы этого Царства. Мы живем в такой сезон в истории человечества, что без силы Божьей мы не сможем одержать победу, а для этого мы должны понимать Его Царство. Так давайте попросим Его открыть наши сердца и умы и принять все, что Он имеет для нас с вами. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, спасибо за Твое Слово, Его истинность и власть. Дай нам откровение о Твоем Царстве, о власти, которую мы имеем в Иисусе Христе. И спасибо Тебе за то, что Ты будешь делать в нас в это ближайшее время. Во имя Иисуса Христа. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Привет, это пастор Аллен. Я хочу поблагодарить вас. Спасибо за ваши молитвы, за ваши сообщения, за вашу щедрую поддержку. Для меня честь вместе с вами в это время превозносить имя Иисуса. Это привилегия для всей команды нашего служения. Я верю, что мы живем в очень важное время в истории Церкви. Бог сотрясает эту землю, и мы видим доказательства всего этого по всему миру. Перед нашей нацией возникают беспрецедентные вызовы, а также экономические трудности. Наши границы открыты, в политике путаница, наш народ разделился так, как никогда. И посреди всего этого есть огромная нужда в истине. Мы не знаем, кому можно доверять. Основания уходят у нас из-под ног. И в это время Божья истина важна как никогда. Роль Церкви, я говорю не о конкретной Церкви или деноминации, а о Церкви с большой буквы. Люди Божьи должны принять истину Божью и смело провозглашать ее в это время. Это изменит наше будущее. Спасибо за то, что стоите вместе с нами в это время. Нам это очень ценно. Щедрый друг нашего служения сделал нам интересное финансовое предложение. Он пообещал удвоить каждый доллар, который будет посеян в это служение до Нового года. Благодаря этому в 2022 году мы сможем нести Евангелие еще дальше. Весь этот год у нас были новые возможности, и мы приходили в новые города через радио, телевидение и печатное издание. Мы пытались реагировать на изменения вокруг нас верой и смелостью, но думаю, что мы еще не закончили. Только измененные Богом сердца людей принесут нам хорошее будущее, и вместе мы можем быть с партнерами и следить за тем, как имя Иисуса превозносится. Заранее благодарю вас за вашу щедрость, за ваши молитвы и за вашу поддержку. Пусть имя Иисуса вознесется над нашей стороной. Каждое пожертвование, отправленное нам, будет удвоено нашим спонсорам. А если вы пожертвуете более 60 долларов, в знак нашей признательности мы пришлем вам эту прекрасную Библию в кожаном переплете. Эта Библия в английском стандартном переводе сделана так, что ее легко читать, а также в ней содержится годовой план чтения Библии. Широкие поля идеально подойдут для ваших пометок, сделанных во время вашего ежедневного чтения. Помогите нам удвоить наше влияние. Более детальную информацию вы получите, позвонив нам или посетив наш веб-сайт. Спасибо за вашу поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы меняем этот мир. Многие из вас лично посетили служение пастора Аллена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служений и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Аллена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите.